Слово инновация стало сегодня очень популярным, однако мало кто по-настоящему представляет себе, что же это такое. Мы постарались разобраться с этим вопросом, побывав на седьмом по счету Петербургском международном инновационном форуме. Доброе утро! На первом канале включения из северной столицы. Петербургский инновационный форум. Мероприятие масштабное. В его программе и выставка промышленных предприятий, и фестиваль механотроники и робототехники, и целый спектр конференций, семинаров и круглых столов. Все, что имеет элемент новизны, безусловно, можно назвать инновацией. Новый продукт, новый материал и новая технология. В этом случае это инновация. Три буквы «Н», три буквы «И». Оптимальная инновация. Но любая вещь, которая имеет уникальность, какую-то особенность, можно назвать инновацией. В Петербурге есть институт, где с момента его основания ничем иным, кроме инноваций, не занимались. Башню научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики знает каждый житель северной столицы. Но что происходит в ее стенах, известно единицам. Здесь в рамках Петербургского инновационного форума прошла юбилейная 25-я конференция, посвященная экстремальной робототехнике. Пока японцы совершенствуют своих танцующих роботов, Россия разрабатывает очередное поколение роботов для космоса и жерл вулканов. Есть чем похвастать. Особенно в космическом направлении есть целый ряд заделов и направлений, которые на сегодняшний день финансируются нашим государством. Также есть мероприятия и в военных областях, которые становятся очень актуальными. Этих роботов не увидишь в обычной жизни. Главная задача для них – работать там, где не сможет человек. МЧС России – главный заказчик подобных образцов. Однако сегодня спасатели интересуют роботы уже следующего поколения. Как показал опыт практических реальных работ, при крупномасштабных авариях опасность потерять одиночный робот достаточно высокая, его эффективность низкая. Поэтому необходимо создать такой рой, семейство, группировку наземных воздушных роботов для ведения таких работ. Не секрет, что робототехника стала очень популярной сегодня не только в научной среде, но даже у школьников. Главной проблемой до последнего времени являлось то, что все робоконструкторы для детей были иностранного производства. Но недавно усилиями Петербургского госуниверситета появился первый отечественный проект – ТРИК, который оставляет позади все иностранные аналоги. Коллектив преподавателей и сотрудников университета смог реализовать самое главное, что нашу разработку – это мозг робота, который позволяет делать роботов, умеющих видеть, слышать, разговаривать. Даже, к примеру, сейчас можно увидеть, что он за нами подглядывает в видеокамеру и даже слушает, что мы с вами говорим. Сегодня именно ВУЗы становятся центром научных разработок и инновационных технологий. В рамках форума два крупнейших технических университета Северной столицы – ИТМО и Политех – совместно с технопарком подписали трехсторонние соглашения об участии в проекте ДЭМОЛа. В его рамках студенческие научные группы будут решать задачи, которые поставят перед ними коммерческие предприятия. В высших учебных заведениях существует достаточно много креативных команд. Я имею в виду студенческих команд, аспирантских команд. Но иногда они должны выполнять свои работы не того, что сами придумали, а то, что есть спрос конкретных каких-то организаций, конкретных бизнесов, которым решить надо ту или иную задачу. Открытая лаборатория Фаблаб Политех существует уже несколько лет и здесь также занимаются инновациями. Не все из придуманного можно назвать серьезным изобретением, однако инновационный процесс может быть и таким. Мы помогаем людям реализовать их идеи. При этом для человека, который реализует свою идею, эта идея фактически является инновацией. То есть то, чего не было, сделано заранее. У нас нет никаких инструментов копирования. Все, что создается в Фаблабе, создается в первый раз заново. То есть несмотря на то, что некоторые проекты никак не соотносятся с промышленными инновациями, они от этого не станут менее прорывными и интересными ребятам, которые создают. То есть будь то самодельный 3D-принтер или, возможно, какие-то сувенирные украшения специально сделанные. Официально наша страна взяла курс на инновационный тип развития экономики. Это не значит, что уже через несколько лет на заводы придут роботы. И систему искусственного интеллекта полностью заменит человека. Но к постепенным изменениям именно в этом направлении надо быть готовым. Тимур Мамонов, Максим Беляев, Владимир Пивнев и Валентина Говорушкина. Первый канал. Петербург.